В зал суда их ведут в наручниках и конечно с конвоем. Подсудимые уже отбывают срок в одной из ярославских колоний. Теперь им инкриминируется разбой. По версии следствия, год назад с еще двумя поддельниками они ворвались в квартиру во Фрунденском районе. Хозяина избили, угрожая пистолетом, забрали деньги. Около 40 тысяч. Часы, ключи от автомобиля. Потом нашли кое-что поинтереснее. Такие объявления можно увидеть на многих домах в Ярославле. По версии следствия, именно таблетки для мужской потенции подозреваемые прихватили с собой из квартиры потерпевшего вместе с деньгами. Всего около 200 упаковок. Что собирались делать с таким количеством Виагры, мужчины так и не рассказали. Налет на квартиру объяснили тем, что хотели прекратить торговлю таблетками, по их мнению незаконную. Также двое из четверых налетчиков утверждают, не знали, что у поддельника есть пистолет. Защита не согласна с этим обвинением и исходит из позиции своих подзащитных о том, что не все подсудимые были осведомлены о предмете, который использовался в качестве оружия одним из участников этого преступления. Приня по этому делу сегодня закончились. Приговор суд вынесет в понедельник. Александр Лисицын, Георгий Иванов. День в событиях.